Следующее. Чехов пишет «Три сестры». «Три сестры» он пишет очень интересно. В письмах он к друзьям, он говорит, я сейчас работаю над комедией, даже водевилем. Вы не найдете этого под заголовком, между прочим, если вы сегодня открываете, написана везде драма. И Немирович Данченко, который рассказывает о том, как Чехов появляется впервые на читке этой пьесы, он появляется и вроде бы там написана драма. Но мы не знаем, что случилось. Чехов настаивает, что это комедия, потому что тот же Немирович Данченко в его воспоминаниях, в воспоминаниях актеров, недоумение. Все прекрасно, говорят Чеховы, но мы только не понимаем, что вы имели в виду под комедией. Где же здесь комедия, где же здесь фарс? Но почему-то кто-то поставил вот этот под заголовок драма. Интересная история с тремя сострами тоже очень получилась, потому что только в 50-е годы, когда вскрыли архив Немировича Данченко, обнаружили вариант чеховской пьесы, тот окончательный вариант трех сестер, который Чехов сделал для публикации. Но почему-то этот вариант не попал в печать. Почему-то Немирович Данченко держал у себя его в архиве. И между прочим, когда он впервые опубликовал пьесу, Чехов ему постоянно в письмах досылал те исправления, которые он хотел, чтобы были включены в пьесу. А многие из этих исправлений очень комического характера, как, например, один из его героев говорит, доктор, или солёный, по-моему, не угодно ли этот солёный, не угодно ли этот финик вам принять. То есть вот такие вот водевильные мотивчики появляются. Это всё не входит, это всё остаётся, как бы Станиславский, Немирович Данченко хочет, чтобы эта пьеса шла как драма. И как факт, когда он публикует впервые это произведение, как отдельное литературное произведение, он делает вот эту подпись драма, и три актрисы, которые играют трёх сестёр, это, естественно, драматические актрисы, одна из которых, это, конечно, Книгер Чехова, которая в то время играла Ирину. Вот такие чудеса происходят с пьесой «Три сестры», а Чехов всё равно настаивал, что это комедия «Водвиль». И тогда он пишет свою четвёртую пьесу «Вишнёвый сад». И в письмах друзьям он говорит, ну, теперь у Станиславского ничего не получится, вот это уже будет комедия-фарс. И он следит за тем, чтобы этот подзаголовок «Комедия-фарс» оставалась за пьесой «Вишнёвый сад». Станиславский смотрит это, Станиславский читает это. И говорит Чехову, ну, батюшка, он говорит, может быть, у меня даже вот здесь написано, как он специально для вас делал, Станиславский. Слышу, как вы говорите, позвольте, да ведь это же фарс. Нет, для простого человека это трагедия. И возникает вопрос, значит, чеховская комедия не для простого человека, значит, он что-то сделал в своих пьесах, что простой человек видит как трагедию или драму, а человек, который немножко поднимается над этими героями, который начинает анализировать их, он-то и видит, что это всё свистопляска, он-то и видит, что что-то здесь не то. Вроде бы эти герои, вроде бы они говорят какие-то правильные вещи, вроде бы они любят, и есть там какие-то высокие глубокие чувства, но что же за этим стоит? И вот благодаря тому, что когда я только приехала в Соединённые Штаты с семьёй и поступила в аспирантуру Пенсильванского университета, мне посчастливилось практически сразу встретиться с профессором, к сожалению, ныне покойным, профессором Уортон School, профессором Уортона при Пенсильванском университете, это известная школа бизнеса, одна из наиболее известных, Ароном Кацанелинбогиным. Да, я понимаю. Кстати, вы упомянули, что вы учились в Одесском университете. Я должен был, наверное, сказать, что вы Одесситка, это же замечательный город, который был всегда, как минимум, третьей столицей в области литературы, в области музыки в России, в том числе и в Советской России. Вы что, в университете на филологическом отделении? Я все это продолжала, когда я приехала сюда, как вы сами понимаете. Мне многие люди, которые, в общем-то, не связаны с этой специальностью, мне сказали, ну что ты, ну кому здесь нужна русская литература, дошла бы ты, девочка, работать, да, какую бы специальность ты себе приобрела. Но мне это было очень смешно слышать, потому что я знала, что я еду для того, чтобы продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь. Иначе для меня вся эта поездка и весь этот выход за рубеж было бы просто бессмысленным делом. Поэтому и вот я остановилась на том, что я говорила о встрече с Аароном Кацаналенбогеном, и мне казалось, что бы общего было между человеком, который занимается вопросами бизнеса, но не бизнеса. А Рон Кацаналенбоген — это человек-философ, это человек, который разработал очень серьезные и глубокие вещи в понимании идеи красоты, в понимании теории предрасположенности. И когда я впервые с ним встретилась, и мы стали с ним, начали говорить на определенные темы, вдруг выяснилось, что то, что он делает, может ответить на мой вопрос по поводу, что же такое чеховская комедия. Но ответить на этот вопрос не прямо, но ответить на этот вопрос не Арон мог, а я сама после того, как прошла целый курс бесед, даже не лекции, бесед с ним, после того, как мы сделали очень много вместе, поскольку когда я встретилась с Аароном, и он рассказал мне о своей теории, он дальше, его следующий вопрос и просьба состояли в том, что он сказал, вот я теорию предрасположенностей попробовал во многих областях, и я вижу, как они ее развивают, но у меня не было человека, с которым бы я мог посмотреть, как эта теория приложима к искусству, в частности к литературе, и что нового в результате этого получается. И вот не буду я вдаваться, конечно, в подробности, все это очень сложно, но благодаря тому, что я прослушала этот курс с ним и стала размышлять на чеховской комедии, его система, его видение, его теория дала мне дальнейший толчок к пониманию, что же имел Чехов в виду, когда он называл свои пьесы комедиями. И благодаря этому постепенно, год за годом, я пришла к новой идее трактовки вообще драматического жанра. И вот...